добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа разбор полетов меня зовут александр вальдман а вместе со мной нашей телевизорской студии как всегда замечательные гости журналисты и зильбер и писатель публицист давид шехтер добрый день друзья соединенные штаты очередная трагедия в очередной раз применение оружия и в очередной раз применение оружия против евреев на этот раз в джерси убиты евреи в кошерном магазине друзья объясните что происходит соединенные штаты становятся местом опасным для проживания евреев именно так до самого последнего времени именно соединенные штаты были таким вот азисом в котором евреи себя в мире чувствовали достаточно безопасно если вы зайдете в любую синагогу я был во многих синагогах в мире в риме в париже в лондоне в праге в москве в питере всегда есть охрана на входе как минимум вооруженный охранник еще и вот эти вот арки когда тебя проверяют всегда и везде в америке этого не было этого не было но вот этот теракт который пришел сейчас в джерси он поставил точку для тех кто сомневался что может быть событие последнего времени это просто какое-то совпадение нет в америке постоянно происходят эти вот теракты и с оружием но это просто сумасшедшие которые могут купить свободно об оружии они стреляют во всех подряд там нету какого-то специального назначения специального выбора этот теракт как и предыдущий в пенсильвании был в питтсбурге был направлен против евреев то есть это уже нельзя говорить о том что была какая-то случайность это специально против евреев теракт и можно сказать что в америке за последний год погибли 13 евреев только потому что они были евреями и это чудо просто прошло в этот раз поскольку в этом здании на первом то это же кошерный магазин а на втором этаже синагога школа где было 40 детей если бы они поднялись бы на второй этаж если не представляет какая там была бы бойня то есть точно это еще и было чудо и поэтому этот теракт это не просто очередной теракт это кардинальное изменение отношения американских евреев в действительности поскольку сегодня американские евреи вынуждены предпринимать меры безопасности которых раньше у них не было уже все синагоги уже все общественные заведения оснащаются аппаратурой камерами дверями специальными охранниками и более того прихожан синагог сейчас учат как себя вести если вдруг будет теракт что делать куда бежать или не бежать или под под стульями ночью они тренируются и не узнают что что с собой в этой ситуации делать это на самом на самом деле это принципиальные кардинальные изменения к сожалению в худшую сторону я я как раз по этому поводу хотел вопрос тебе задать может быть давид немножко сгущает краски почему об этом спрашиваю потому что первоначально ведь давид не сомневается что это был теракт полиция соединенных штатов как я понимаю пока еще сомневается это лишь одна из версий о том что теракт ну те кто принимали участие они выступали с есминскими заявлениями выступают но следствие еще идет тем не менее когда в машине находят взрывное устройство самодельное а те кто совершили как говорит давид теракт это чернокожие американцы последователи некой секты которая называет себя черными евреями как к этому относиться послушайте сегодня теракт может произойти в любой точке мира это приметы глобализации и мы видели кровавые теракты не менее кровавые например против направлены против мечети да помните этот теракт в австралии или в новой зеландии мы видели теракты мусульманские против христианских церквей мы совсем недавно был но тоже тоже теракт когда активистка защитница животных в церкви напала и убила женщину потому что ей показалось что на этой женщине надеты сапоги из натурального меха вот на вступлениям современного общества или сублимирует какие-то там свои комплексы детства и просто приходят в школу открывают пальбу и так далее в этом смысле сегодня нет безопасного места что касается именно еврейской темы то здесь на мой взгляд сегодня европа гораздо опаснее чем соединенные штаты америки при этом надо понимать что здесь происходит интерполяция разных процессов с одной стороны это исламский террор который развивается по своим законам и который теперь получил гораздо больше возможностей поскольку массовая мусульманская иммиграция произошла в европу в америке процент мусульманского населения и в том числе среди них процент ортодоксального то есть очень верующего мусульманского населения те которые ходят в мечеть где им могут промыть мозги да он очень маленький он довольно маленький поэтому здесь я считаю что гораздо больше опасность именно в европе да второй процесс это ультраправы вот я сказал что этот террор это как бы тоже примета глобализации причем естественно это 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 антиэмигрантская риторика но это течение скажем так давайте назовем это течение да это течение впитала в себя идеологию тридцатых годов двадцатого века прошло потому что после второй мировой войны это диалоги куда-то должна была просочиться она никуда не делась она немного видоизменилась да но эти представители ультраправых кругов у американцев тем более есть своя традиция куклуксклана там и так далее и так далее это идеология подпитывает сегодня их называют неонацисты да она подпитывает вот эти ультраправые какие-то круги которые тоже считают что вот новая теория как бы вот этих европейских ультраправых это что еврейская закулиса да там я не знаю со сора с иллюмината еврейская закулиса специально завозит этих мусульманских иммигрантов с ближнего востока в европу для того чтобы уничтожить христианскую европейскую белую христианскую европейскую цивилизацию да то есть в в этой ситуации евреи получают из права и слева да и от ультраправых и от ультралевых и от исламистов да и в этой ситуации а ультралевые они конечно не замечены пока в терроре но их поведение по отношению к евреям очень агрессивны и вот эти все их выступления в университетах все их кружки где они просто уже давно скатились до самого откровенного антисемитизма на лишение израиля права на существование и так далее и так далее с этим кстати сейчас трамп собирается бороться приняв закон как раз как раз я хочу я хочу я хочу дополнить то что сказал цвик у меня есть не согласен с тобой да можно объяснить и такими факторами как ультраправые как исламисты и глобализации но есть в мире объективно волна антисемитизма которая поднимается и ультралевые сюда вкладывают немало ты прав потому что ведь сам факт существования израиля он противоречит и главному бренду главный бренд сейчас левая идеология это отказ от национальности отказ от идентификации то самое помните сто лет тому назад в европе было то же самое еще леон фенфангер написал книжку и ваше флаве где он показывал что флаве пытался чуть ли не единственный среди евреев стать космополитом и ничего не получилось поскольку все евреи были пройти он как разумер в пиуде и сегодня израиль своим фактом свое существование как национального государства он противоречит этому главному левому бренду что и вызывает такое вот такое неприятие но я думаю что есть еще один очень важный фактор по-моему главный который влияет на эту волну антисемитизма этот фактор так государства израиль поскольку народы мира смотрят на нас и весь во что превратили евреи пустыню видит какое-то современное прогрессивное общество какое-то современное государство это стартап нация это государство которым по сравнению с Францией и Испанией у молодежи 25 процентов безработных десерингу вызывает это зависть почему эти евреи они не только другие но и не такие успешные и это тоже питает антисемитизмом в очень большом мире но это всегда было во все времена еще один вопрос вот по повозвращаясь к снижным штатам они виноваты ли вот скажем так в росте насилия против евреев сами евреи в соединенных штатах евреи всегда виноваты совершенно антисемитский тезис но в данном случае речь идет о двух сторонах одной еврейской медали трамп выступил на заседании буквально на днях израильско-американского так называемого совета получил огромную поддержку это те евреи которые придерживаются как раз правых взглядов и вовсю раздаются голоса о том что вот это вот вот этот американо-израильский совет заменяет нет он заменяет это заменяет и пока это более терпимый более как бы толерантный а эти более резкие более решительные что очень нравится самому трампу скажите так может действительно если сами евреи в соединенных штатах не любят друг друга нет более как принято говорить нет ненавидеть либеральных евреев могут только нелиберальные евреи но евреи всегда друг друга они очень любят это было еще и вовремя второго храма мы это помним беспричинная ненависть по которой был разрушен храм как сказали наши мудрецы в Америке сейчас тоже там ведь не только вот эта комития там еще есть и джуиши стрит там есть крайне левая тупировка и которая подключается даже не ливизной а тем что они говорят а нам израиль то не нужен мы джуиши стрит мы еврейская улица в Америке а нам израиль ни к чему наоборот если его бы не было бы нам было бы намного больше жить этим они подключаются от который направлен на лобби поэтому вот эти вот споры между евреями с одной стороны можно сказать что они да они ослабляют единый фронт но с другой стороны а если бы не было бы споров я не знаю что лучше не было никогда никакого единого фронта всегда всегда евреи были измещены всегда они между собой ждугались но всегда в конечном счете из этой ругани что такое перестало если мы откажемся от споров если мы откажемся от диспутов ну так позволь мне тебе проопонировать да я только добавлю я только один момент добавлю в в костер антисемитских евреи сами виноваты ведь организацию и ай эй си вот этот вот комитет о котором мы говорите там говорим там где выступал трамп поддерживает не кто-нибудь а шелдон эдальсон который отказался от финансирования и пока так может быть опять же еврейские деньги служат неблагому делу послушайте я все-таки хочу сначала пропонировать давиду шехтеру американские евреи американских евреев больше чем из в израиле американская община сам большая то есть нельзя себе даже представить чтобы такое количество евреев придерживалось какой-то одной идеологии но чем отличаются американские евреи от израильских большинство американских евреев придерживаются реформистского и консервативного направления израиль в последние годы сделал все возможное и невозможное чтобы этих людей от себя оттолкнуть оттолкнуть очень сильно они очень в большую обиду затаили на израиль почему потому что ортодоксальной партии давят на правительство используя методы самого грязного шантажа с тем чтобы правительство полностью делегитимизировало все остальные течения кроме ортодоксального да и об этом говорили и натан щеранский и а вигдор либерман настаивает на том чтобы одно из условий вхождения в коалицию чтобы выделили наконец эту арку робинсона чтобы эти женщины которые хотят молиться но они хотят молиться в талитах они еврейки и у них право на израиль ничуть не меньше чем у арьи дэри у арьи махлуфа дэри или чем у нас с вами они такие же точные время у них тоже есть право на израиль такой же как и у нас ничем не меньше и то что они левые то что они голосовали за обаму и так далее это не имеет никакого отношения к делу они имеют право на израиль точно такой же какой имеем мы израиль сделал все чтобы этих людей оттолкнуть а сейчас мы удивляемся о а почему они не хотят не считают себя частью израиля а что случаями с их идентификацией только не только мы мы в этом виноваты мы израиль в этом не мы израиль а израильские правительства которые избираются большинством израильского народа сами виноваты в том что сегодня такой антагонизм внутри американского еврейства одни пошли вообще возьмите бернис андерс который пошел в самый 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 край да и у него есть поддержка у него есть поддержка и они тоже евреи ассимилированы это неважно реформистские консервации это неважно это все уже они отдалились от израиля потому что израиль себя ведет не то совершенно неправильно то что ты сказал это один из факторов да но самое главное это другой фактор они отдалились от израиля потому что у них перестало быть ощущение что это их что это их семья ведь до этого у большинства из них у их дедушек у их отцов были братья были сестры которые были в израиле они ощущали свое единство сегодня вместе с тем и у американских евангелистов никаких противоречий они создали они создали себе даже вот свою особую дилигию то что ты говоришь реформизм и консерватор это такой вид бюдоизма который сейчас мало стыкается с традиционным бюдоизмом то есть получается что они они ушли они чем дальше тем больше они отходят не только потому что израиль делает им козью рожу и не выполняет какие-то их просьбы это процесс который начался давным давно но это направление в 19 веке нет нет задолго нет израиль появился только в 48 я говорю консервативный реформистский иудаизм да 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 но он получил большое ответственность именно в америке и расход между американскими евреями и израильским и израилем он не только из-за того что израиль себя плохо ведет но и по объективным причинам они просто уходят они себя видят уже отдельное общество и вот джуи-стрит оно является проявлением этого подхода мы евреи мы есть коррупция но нам израиль не нужно мы с ними ничего общего я думаю что здесь есть тоже небольшое искажение истории это все реформистский консервативный иудаизм имели гораздо больше распространения чем сегодня нам в израиле расскажем это принято считать я навязывают я я вот просто скажу на моей шкуре да я родился в городе черновцы это было еврейский штеттл и и и при австро-венгрии и при румынии и я жил вот с детства дом где я жил там вот сколько себя помню от него там в пяти минутах находилось здание байта кнеса тагадоль большой синагоги в которой естественно советская власть делала кинотеатр и она выглядела фото это такая по формула классическая синагога вот просто как она должна быть и с этим окошком посередине классическая синагога и это был кинотеатр все знали что там когда-то была синагога и спустя много лет уже из израиля я туда приехал после там очень многих лет когда я не был в этом городе и взял экскурсию по городу по еврейским местам и я узнал что извините это была реформистская синагога а ортодоксы жили за городом в сад горе они в городе появлялись редко их называли фанатиками просвещенные австро-венгерские евреи которые жили в черновцах ходили в реформистскую закону это было в Венгрии это что ты говоришь это это было в Венгрии в Будапеште тоже главная сохранившаяся синагога тоже синагога так вот вот откуда знаменитая фраза два еврея три синагоги были эти течения но мы говорим не о них они были они были они существовали у них были свои страники подавляющим большинством были тогда ортодоксы но мы говорим не о Венгрии начало 20 века а об Америке начало 21 века сегодня в Америке страна большая деформисты и консерваторы подавляющие большинство где-то 75 процентов тут нету никаких споров и что самое важное для нас они занимают вот те общественные активные люди они именно из этих из этих течений ортодоксы они больше замуты на себя они живут своими общинами они меньше участвуют в том же эпохе если ты возьмешь там подавляющее большинство это деформисты и консерваторы поэтому для нас это очень очень важно очень обидно поскольку действительно тот то что мы мы делаем кроме этих объективного восхождения мы подливаем масло в угол это верно спасибо друзья за этот разговор но опять же мы не обсудили еще вопрос о том национальность еврея или религия ну давай у нас есть буквально две минуты я считаю конечно это был тактический шаг трампа для того чтобы прекратить вот эту оголтелую пропаганду в кампусах университетов конечно технически он может это сделать в америке же свобода слова технически он это может сделать под маркой национальной или расовой ненависть за этим стоял джаред кушнер за этим за этим законом я кстати с этим абсолютно согласен что на мой взгляд евреи это национальность мне было очень удивительно прочитать реакцию гарри каспарова да который был когда-то гарри вайнштейном и потом переделался в гарри каспарова который очень сильно возражал против этого видимо он теперь считает что евреи это все-таки религия но у еврейства трамп любит очень просто решать вопросы да которыми есть очень много споров да вот евреи и арабы спорят чей иерусалим вот он стал сказал иерусалим еврейский все отрезал точно так же здесь мы сами не знаем кто такие евреи это религия или национальность я думаю что иудеизм как религия это часть одна из частей самоидентификации потому что я например как еврей как человек который с детства был очень идентифицировался именно с израилю у меня была израильская идентификация сколько я себя помню что это наша страна куда мы куда мы когда-нибудь уедем да но при этом у меня не было никакой религиозной идентификации то есть я идентифицировал себя с инженерами врачами профессорами которые делали карьеру преодолевая жуткий антисемитизм который нам не давали забыть мы евреи это типичный подход советских евреев которые когда даже еврей который своего сына не учит математики он в моих глазах я с ним не идентифицируюсь в моих глазах он не евреев это не то то есть последнее слово давит то что трамп подписал этот указ и то что он собирается принять новую как бы формулировку что такое антисемитизм все это замечательно все это прекрасно но это говорит только о том какой трамп хорошее подношение к евреям эти указы или законы в Америке где свободное слово провести практически невозможно то есть реального значения они иметь не будут но декларации очень красиво спасибо спасибо за этот разговор но мы живем в стране где декларации всегда звучат очень красиво он будет просто лишать их финансирования государственные университеты которые поощряют поживем увидим поживем увидим спасибо вам друзья что были с нами всего самого доброго до новых встреч